МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире Новорайской вещательной кампании информационная программа «Объектив» на календаре 24 августа, вторник. В студии Альбина Вапкова смотрите в этом выпуске новостей. Евгений Куйвышев проведет прямую линию с жителями Свердловской области. Прямой эфир с губернатором состоится 6 сентября. Сегодня пожарные подразделения работали в районе Заплотного шоссе. Общая площадь пожаров составляет более 15 гектаров. Юбилей любимого театра, новый театральный сезон, многообещающие премьеры в ТМДК состоялась встреча труппы после летнего отпуска. Евгений Куйвышев проведет прямую линию с жителями Свердловской области. Прямой эфир с губернатором региона состоится 6 сентября. Губернатор в режиме онлайн ответит на вопросы, волнующие жители Свердловской области. Состояние медицины, цены на продукты, вопросы благоустройства и дорожного строительства, переход школ на дистанционку и вакцинация от коронавируса. Сегодня в числе вопросов, с которыми свердловчане обращаются к губернатору в ходе его рабочих поездок по муниципалитетам. Прямая линия с Евгением Куйвышевым начнется 6 сентября в 18 часов в эфире областного телевидения. Разговор с жителями Среднего Урала будет доступен к просмотру также на странице Свердловской области ВКонтакте. Отправить свое обращение можно уже сейчас по бесплатному номеру телефона 8 800 700 21 10 и на сайте kujvyshev.rf. Оставить текстовые вопросы и прикрепить сопутствующие файлы до 30 мегабайт. Из-за аномально жаркой погоды обострилась ситуация с лесными пожарами. Сейчас пожарные подразделения работают в районе Заплотного шоссе. Общая площадь пожаров составляет более 15 гектаров. Пожар, растущий недалеко от карьеры Заплотный камень, сейчас угрозы для населенных пунктов не представляет. Что там происходит сейчас, расскажет Виктор Малышев. Сразу отметим, что ситуация контролируемая. Специалистами выполняются все необходимые мероприятия для недопущения дальнейшего распространения пожара. Его очаг находится в северном направлении от города. Восходящий к небу столб дыма отчетливо видно со стороны Белореченской проходной. Добраться к месту можно только старыми, почти заросшими дорогами, а дальше пешком через густой лес. Это осложняет работу, но, тем не менее, тушение идет. Работают здесь на сегодняшний момент 48 человек в общей сложности. То есть они разбиты на несколько групп. Здесь работают две единицы крупной техники. Лес там очень тяжелый, места гористые. То есть это урочище называется «Красные скалы», как я сам недавно узнал. То есть, соответственно, там спуски, подъемы. Лес очень плотный. Вы даже здесь видите, что по нему сейчас заходить очень сложно. Пожар продолжается на площади примерно 15 гектар. Пожар имеет явно выраженную один из фронтов. Его фронт составляет порядка двух километров. На сегодняшний момент осуществляется опашка периметра пожара. Опашку производим по возможным местам, поэтому она намного, несколько больше, чем сам пожар, но и с дополнительным запасом. Для недопущения распространения осуществляется окарауливание личным составом при помощи ранцевых ингидушителей. Сотрудникам МЧС помогают военные и добровольцы, среди которых Александр Бушманов. Узнав о том, что на ликвидацию лесного пожара необходимы дополнительные силы, он не раздумывая согласился, ведь лес – наше общее богатство. И, к сожалению, сейчас оно в опасности. Мы откликнулись, так как мы непосредственно в лесах, можно сказать, партизанами занимаемся с детьми. Это наша природа. Рядом город, жители города задыхаются от дыма. Решили помочь. Мы вот взяли ранцев, уже два раза сходили на гору. Ну, там опашка идет, и мы, чтобы опашка нормально продолжалась, дать время опахать, мы тушим очаговое возгорание. Опасности для города сейчас нет. Единственная трудность – если ветер изменит свое направление, то в городе вновь может появиться запах гари. Что касается причин пожара, то вариантов тут немного. Сухих гроз у нас не было. Соответственно, на 99% – это человеческий фактор. То есть это человек. Соответственно, в эти места на шашлыки никто не ходит. Остаются либо грибники, либо ягодники. То есть кто-то сходил, чего-то бросил, не затушил, не посмотрел, не убедился. И все. Имеем то, что имеем. Помочь в тушении пожара может дождь и снижение температуры. Прогноз погоды в этом плане пока благоволит. Но главное сейчас – не допустить других пожаров, главной причиной которых становится человек и его безалаберное отношение к окружающей среде. Специалисты еще раз обращаются к населению. Исключите посещение лесов. В ситуации сегодняшнего дня любое действие может привести к печальным последствиям. Виктор Малышев, Павел Сизов. Новоуральская обещательная компания. Губернатор Евгений Кувишев инициирует учреждение на уровне региона звания «Заслуженный учитель Свердловской области». Об этом заявил 20 августа во время встречи с учителями на полях областного августовского педсовета. В нем принимали участие и новоуральские педагоги. Встреча проходила в режиме ВКС. Учителя рассказали губернатору, что получить звание «Заслуженный учитель России» непросто. При этом в некоторых регионах лучших работников системы образования отмечают на своем уровне. Цитирую. «Это очень хорошая идея. Нужно проработать этот вопрос Министерству образования вместе с депутатами ЗАГС Собрания. Я однозначно поддерживаю», – сказал Евгений Кувишев. «Реализация инициативы планируется в рамках национального проекта образования. Напомню, ранее на выполнение всех установок главы государства на территории Свердловской области нацелил губернатор Евгений Кувишев, дав поручение всем муниципалитетам области более тщательно работать в направлении реализации нацпроектов». Ну и на днях ход выполнения национальных проектов на территории Новоуральского округа инспектировал депутат Государственной думы Зелимхан Муцоев. Подробности далее. Лето – время активной работы и возведения объектов по программе «Комфортная городская среда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Реконструкция общественных территорий на особом контроле главы Новоуральского округа Вячеслава Тюменцева и депутата Государственной думы Зелимхана Муцоева, который каждый раз, посещая город, обязательно уделяет внимание преобразованию городской среды. На этот раз он оценил ход работ на аллее трудовой славы, малоэтажное строительство в 13-м микрорайоне и отремонтированный сквер дружбы. С каждым приездом, когда видишь, что эти программы в жизни и воплощаются, хотелось бы, наверное, все же пожелать руководителю города много сил, и чтобы все те задумки, с которыми мы сидели, с ним разговаривали, очень много интересного рассказал, какие у него планы на город особенно, вот на комфорт, чтобы город был бы комфортный. Понимаете, в городе чем? Надо ведь менять ауру, а поменять ауру города – это сделать комфортно. Красивые дороги, красивые улицы, красивые здания. И тогда и для людей тоже другим настроением они живут. Востребованное в Свердловской области малоэтажное строительство возводится и в Новоуральский застройщик «Инвестжилстрой». Возводит 41 дом нескольких типов в зависимости от метража здания. Оценил качество возводимых объектов и парламентарий. Представляете, вот здесь кровать стоит двухметровый, на две спальни. Вот тебе кровать, вот тебе тумбочки, вот тебе. Зелимхан Муцуев по профессии и по призванию строитель, поэтому с душой и с таким трепетом изучал каждый метр помещений. Дома хорошие, достойны внимания, сказал Зелимхан Оликович. И цена приемлемая. А главное, на дома уже есть очередь, а объекты востребованы. В микрорайоне уже положены дороги, есть инфраструктура. В шаговой доступности социально значимые объекты – это здорово. Все для людей. Зелимхан Муцуев – депутат Государственной Думы Российской Федерации по Первоуральскому одномандатному округу, в который входит и Новоуральск. Поэтому Зелимхан Оликович осуществляет постоянный контроль и на нашей территории. Зелимхан Муцуев с большим вниманием относится к происходящим переменам и приветствует эффективное решение поставленных президентом задач. Наталья Рау, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Статистика неутешительна. Растет заболеваемость и смертность. На очередном заседании оперативного штаба были озвучены последние цифры по коронавирусной инфекции в Новоуральске. Каждую неделю в Новоуральском городском округе от коронавируса погибают пациенты. Количество заболевших продолжает расти. Однако страшные цифры никак не могут повлиять на людей, продолжающих всеми силами уклоняться от вакцинации. Чтобы обеспечить коллективный иммунитет в обществе, руководители городских предприятий договариваются с поликлиниками на определенные дни, когда сотрудники могут прийти вместе, поставить прививки. Открыли мы дополнительный пункт снова в отделении переливания крови, вернее, в кабинете переливания крови. В первые дни там была, так сказать, немножко заменка. Сейчас они вышли на плановую мощность, не менее 50 в день делают прививок. Причем получается так, что это наиболее успешный, наверное, действующий кабинет, потому что в первой поликлинике, в третьей поликлинике у нас начались проблемы. Который называется недоход. Это я объясняю тем, что, в принципе, у нас вакцинация сдерживалась небольшим количеством вакцины, и период ожиданий растягивался, и те люди, которые должны сейчас идти на вакцинацию, они этой вакцинации ждали где-то две недели, кто-то, может быть, и больше. Видимо, у людей изменились планы, и у нас начались определенные простои. Примером организованности и сознательности стали крупные сетевые магазины. В большинстве торговых точек уже привито более 60% сотрудников. Вакцина в городе есть. Более 3 тысяч доз первого компонента и более 6 тысяч второго. Основная вакцина – «Спутник Ви». Что касается учебного года, то начать его планируют в очном режиме. Пока, по указаниям всех восстающих министерств, в очном режиме. Пока продолжают действовать санитарные правила, введенные на период распространения коронавирусной инфекции. Их срок действия – это 31 декабря 2021 года. И в соответствии с этими правилами, а также дополнительными письмами Министерства образования Свердловской области, в целях минимизации рисков осложнения эпидситуации, мы готовимся к учебному году с соблюдением ряда условий. Эти условия – проведение генеральных уборок перед открытием учебных учреждений, ежедневная термометрия всех учащихся и другие санитарные эпидемиологические правила, которые уже были введены в прошлом учебном году. А вот цифры дня. По данным Межрегионального управления номер 31 ФМБА России за последние сутки. Число больных и с подозрением на COVID-19 – 49 человек. Число граждан с подтвержденным диагнозом – 49 человек. Снято с наблюдения – 71 человек. Выписаны с выздоровлением – 49 человек. В настоящее время в стационаре инфекционного госпиталя находится 207 взрослых и трое детей. За последние сутки не зафиксировано смертей от коронавирусной инфекции. В Свердловской области за 24 часа выявили 521 заболевшего COVID-19. За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 18 833 человека. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 6 785 374 случаев заражения COVID-19. Вячеслав Тюменцев продолжает встречи с горожанами. Глава Новоуральского городского округа побывал уже в нескольких трудовых коллективах. А одна из последних встреч состоялась в городском совете ветеранов. Ветераны – люди неравнодушные к судьбе города и его жителей. Они прожили здесь всю свою сознательную жизнь, трудились на благо родного Новоуральска, растили детей и внуков. И, конечно, проблемы, которые существуют сегодня в городе, их очень волнуют. Перед тем, как ответить на вопросы ветеранов, Вячеслав Тюменцев кратко рассказал о своей биографии и опыте работы, в том числе в Министерстве промышленности и науки и Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. Глава округа говорил и о своей программе мэром, рассчитанной на пять лет. Так, одни из ее стратегических направлений – это развитие экономики, человеческого потенциала, улучшение инженерно-коммунальной инфраструктуры, совершенствование муниципального управления. Большинство вопросов, заданных главе, относились к сфере ЖКХ и касались самых разных ее аспектов – от работы управляющей компанией «Новоуральская» и создания альтернативной УК до выкоса борщевиков в сельских территориях, использования автомобильных шин для клумб, автобусных маршрутов и так далее. Мы встречались с ними, с перевозчиками, где-то две недели, три недели назад. Я говорю, слушайте, сколько у вас автобусов? Они говорят, 42. Я говорю, сколько относительно новых? Они говорят, 10. Я говорю, ничего, что 8 из этих 10 вам купил город. И мы что в ответ получаем? Хамство, что могут, извините меня, там не приехать и прочее все, что у нас билеты в бумажках выдаются, это 19 век даже, а везде уже рассчитываются бесконтактно, да? Мы это, говорю, получаем, молчат, сидят. Я говорю, значит, так, говорю, уважаемые товарищи, автобусы покупать вам больше не будем. Поднимаете билеты, покупайте автобусы. Это первый посыл. Второй посыл. Невыгодные тарифы загородные. Значит, мы вынуждены в следующем году пойти на регулируемый тариф по загородным маршрутам и выделить их в отдельный лот. Будем разыгрывать и будем наказывать, если не ездят. Дальше так продолжаться не может. Вопросы касались и цен на продукты. Говорили об острой нехватке кадров и необходимости повышать заработную плату. Как бы тяжело не было городу, как бы финансово тяжело, но начали зарплаты. У меня в администрации текучка, простите меня, 40%. 40%. В УКСЕ некому эти проекты просто делать. Хотели бы, да некому. Потому что заработная плата у нас даже не соответствует никаким нормам. Мы уже свалились дальше Невьянска. Поэтому сейчас очень значительная часть наших доходов пойдет на повышение зарплаты. Повышение зарплаты – это тоже сохранение и создание рабочих мест. Глава округа сделал акцент на вакцинации и рассказал о том, что режимные требования были усилены в связи с ковидом. Пока не будет привито 60% населения, они смягчены не будут. Ветераны также спрашивали, не планируют ли открывать город. Разговор идет опять об открытии города. Так оно или нет? Открытие не планируется. Не планируется. Я его точно инициировать не буду. Я считаю, что, по крайней мере, это не самый главный вопрос в городе, который нужно решать. Вот. Открытость и закрытость. И та риторика о том, что это принесет в городу еще плюсом рабочие места, проезд, да ерунда. Встреча шла почти два с половиной часа. Но и после ветераны не спешили расходиться. И уже по завершению разговора долго не отпускали главу. Каждому хотелось поговорить на важные темы. По словам старшего поколения, люди соскучились по такому прямому общению с руководством города, когда есть возможность, глядя в глаза, задать вопрос и получить прямой и честный ответ. Так давно ждали эту встречу. Великолепно. Просто с нами еще никто так откровенно, так тепло, с нами никто не общался. Интересная беседа прошла. Конечно, ну, почаще надо. Мне понравилось, что наш глава задумался о зарплате, наконец-то, наших рабочих, дворников, своих сотрудников. И он правильно начал именно с этого. Потому что люди начнут работать, придут новые работники, и у нас будет все к лучшему в городе, и будет чисто. По словам Вячеслава Тюменцева, общение с людьми для него, как для руководителя города, очень важно. После завершения встречи глава округа подвел итоги. Смотришь, когда в глаза, живое общение – это все другое, чем письма читать. При выстраивании стратегии, вот мы говорили, я говорю уже несколько месяцев про программы главы, да мы практически ее сверстали. И я после таких вот встреч практически всегда вносим какие-то изменения. Каждый коллектив дает что-то свое. Производственные коллективы – это понимание производственных проблем. Встреча с пенсионерами и с нашими ветеранами – это понимание зачастую бытовых проблем. На встрече с ветеранами, располагающая к общению обстановка, позволила обсудить важные вопросы, в том числе неудобные и острые, а также поговорить по душам. Такое общение – это возможность напрямую узнать о том, что волнует горожан, принять меры, а мудрые советы ветеранов зачастую помогают в решении многих городских задач. Анна Акрамова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Открытие 71-го театрального сезона запланировано на начало октября, но подготовка, конечно же, началась уже сейчас. На прошлой неделе в театре состоялась рабочая встреча всего коллектива. Говорили о творческих планах на грядущий сезон, гостях города, приближающейся юбилеи театра и лаборатории театра наций, который стартует уже 30 августа. Каким будет следующий год для театра музыки, драмы и комедии – узнаем далее. Быстро пролетел летний отпуск у труппы театра. Любимый ТМДК пустовал целый месяц. За время отдыха все артисты набрались силы для новых свершений, премьер и творчества. Ну а творчества в 71-м театральном сезоне и в год юбилея театра будет много. Готовимся к нескольким постановкам, которые у нас пойдут, видимо, параллельно. Сразу же, как говорится, из огня до полымя будем готовить балетный пластический спектакль, так его назовем, «Как найти принцессу». Сразу же мы начинаем сейчас уже буквально с работы над «Волшебником из углудного города». Ждем Константина Яковлева, вот уже с недели на неделю он должен объявиться. Ну и потом уже приедем на свою постановку в октябре. Значит, готовимся к юбилею. Юбилей будем отмечать пятницу 5 ноября. Это тоже будет очень большой и интересный концерт. Готовим, опять же, к открытому сезону этот новый-новый мир, так скажем, такой узикловый, очень интересный тоже спектакль. Перед сотрудниками ТМДК на встрече труппы выступили с приветственным словом заместитель главы администрации по социальной политике Максим Сикачев и заведующий отделом культуры Ирина Шаповалова. Говорили о бюджете, зарплатной политике и социальной ответственности, которая стоит перед каждым. Со словом о необходимости вакцинации и ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих выступил начальник ЦМСЧ-31 Андрей Морозов. Ну и о самых ближайших планах театра. Уже 30 августа стартует лаборатория Театра наций. Она продлится до 5 сентября. На Урайск приедет большая творческая команда, будет ставить эскизы двух постановок. Кстати, показы эскизов спектаклей будут открыты и бесплатные. Можно прийти и посмотреть, но по предварительной записи в театре. И о насущенном, ведь театр живет не только творчеством. В настоящее время в здании идет ремонт буфета и фойе. Так что юбилей театр встретит обновленным и отремонтированным. На этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова